МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Грибы растут не только в лесах, но и в домах жителей Крамского района. Причиной тому протекающая крыша, когда отремонтируют кровлю. Расскажу я, Юлия Собельникова. Лошади и люди соревнования по конному спорту, которые прошли в нашем регионе, открыли путь к проведению подобного рода мероприятий в дальнейшем. Правда, пока без зрителей. Подробности расскажу я, Анастасия Гришина. Иногда на удочку попадает не только рыба. Орловский клуб подводников спасает от загрязнения реку в деревне Гать. Подробности расскажу я, Сергей Прошкин. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Ни должного содержания, ни контроля, клумбы в траве, цветов нет. Так выглядят некоторые общественные пространства Орла. Один из них – сквер Орлята в советском районе. У горожан привычно теплится надежда, что этот и другие объекты приведут в порядок. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Пехтерева. Не оправдал надежды сквер Орлята – любимое место отдыха многих горожан превращается в предмет критики. Хотелось бы трава, чтобы поменьше была. Почище, конечно, а то птиц много летают. Это еще мало зарастает, скоро совсем зарастет. Он никому не нужен. Мое мнение неудовлетворительное. Во-первых, очень голубей много, но гадят, ну все лавочки гадят. Ну кто за ними убирать? Это беспорядок. В сквере Орлята разруха царила многие годы. Его отремонтировали в 2018-м. Обновленный объект сегодня не радует глаз. За содержание и контроль за порядком орловчане ставят двойку. Трава по пояс, цветов нет. Цветов у нас в этом году по всему городу нет. Вместо цветов на клумбах хозяйничают сорняки. Примеры можно приводить бесконечно. Скверы артиллеристов и Ермолова. Территория рядом с Александровским мостом и другие. Когда будет порядок? На этот вопрос в прямом эфире нашего телеканала ответил замглавы администрации Орла Олег Минкин. Для того, чтобы содержать ежемесячно все вот эти вот территории в держащем состоянии, требуется порядка 7,5 миллионов рублей. В нашем случае мы пытаемся выполнить в пределах 2,5 миллионов рублей. Лето в самом разгаре. Надежды на то, что цветущих клумб в Орле станет больше, пока что теплится. Впереди день города и хотелось, чтобы свой праздник областная столица отметила на высоте. Сотрудники зеленстроя сегодня работали в сквере танкистов. В сквере танкистов будет высажено 10 тысяч цветов. Это ассортимент петунии. Видите, нашего разного цвета. Мы сами вырастили. Здесь весенняя посадка была из виола. Виола приходит в течение сезона, приходит неприглядный вид. Здесь большое мероприятие будет. И поэтому привести в клумбу порядок хочется порадовать наших жителей. Также по городу будут созданы новые клумбы. Почему цветов в Орле стало меньше? На зеленение города в этом году вылили 23 миллиона. А прежде? Прежде было и 36, и 48. Проблемы и у самого предприятия. Необходимо финансирование новой техники. Средняя зарплата 17 тысяч рублей. И это без вычета подоходного налога. Наталья Пехтерева, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. Открывшееся несколько месяцев назад питейное заведение во дворе дома номер 284 по улице Комсомольской стало поводом обращения жителей в администрацию, а также прокуратуру. Причина очевидна. Располагающаяся в нескольких десятках метров школа и детские площадки. Анастасия Гришина разбиралась в сути претензий жителей домов. Около месяца назад Орловские парламентарии во втором чтении приняли законопроект о так называемых наливайках. Теперь питейным заведениям, площадь которых менее 50 квадратных петров, придется либо закрыться, либо искать пути расширения своего пространства. А вот что делать жителям домов, у которых такого рода заведения располагаются рядом, в непосредственной близости от образовательных учреждений? Таким вопросом задаются жители даже не одной многоэтажки. Во дворе дома номер 284 по улице Комсомольской несколько месяцев назад. К звонкому смеху детей добавились еще одни звуки. Магазин этот появился сравнительно недавно и ремонт осуществлялся до карантина. Некоторое затишье было во время карантина и приблизительно неделю, как он заработал. И появились, соответственно, проблемы. Проблемы какие? Круглосуточная продажа алкогольных напитков. Соответственно, пьяные. Шумы, крики. Люди жалуются. Наличие заведения такого рода рождает и проблемы, связанные с ними. Люди в искаженном состоянии сознания, нецензурная брань. И все это рядом с детской площадкой. Здесь же детская площадка. Вы сами видите, да? Вот она, детская площадка. Все это происходит на глазах у детей. Мало того, что девочки выходят и курят на этой, на лестничной площадке. Одна, вторая, а то и толпами собираются по три, по четыре человека. Звонят во все колокола, пишут во все инстанции, просят обратить на себя внимание. Помимо обращения в администрацию города, которая, кстати, разрешила ведение такой деятельности, прокуратура обратилась к тому, кого выбирали. К депутату, ответственному за этот округ. Жители категорически против открытия такого пятийного заведения. Считают его в данном районе неуместным. Тем более, мы очень всегда следим за обращениями президента. И президент ставит задачу оздоровления нации, борьба с курением, борьба с алкоголизмом. И размещение такого вида заведений, я думаю, что все-таки должны иметь определенные ограничения. Апеллирует жители этих домов о незаконности такой деятельности тем, что оно располагается в непосредственной близости от школы. И каждое утро путь обучающихся пролегает именно мимо этого сомнительного заведения. С 1 июля в Орловской области введен новый режим налогообложения – налог на профессиональный доход. Об этом рассказали на встрече «Самозанятость» в региональной торгово-промышленной палате. Орловская торгово-промышленная палата совместно с корпорацией развития проводит цикл мероприятий, направленных на помощь нашему предпринимательскому сообществу по выходу из сложившейся ситуации. То есть у нас так мероприятие называется «антивирусная инструкция». Напомню, что физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Этот режим, режим «Самозанятых» – это очень удобный налог, потому что раньше не было, скажем так, возможности людям попробовать себя в бизнесе. С учетом текущей обстановки, это, скажем так, комфортный режим, которые сперва пробуют что-то в бизнесе, если у них идет масштабирование, то они переходят уже на другие спецрежимы. С физического лица ставка налогообложения составляет 4%, с индивидуального предпринимателя или организации – 6%. Еще «Самозанятые» имеют право уменьшить налог на сумму в размере не более 10 тысяч рублей. Имущество Орловского ПТП-1 вновь пытаются продать. Правда, теперь покупатель может дождаться скидки. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. По какой же форме пройдет аукцион? Олег, привет. В этот раз продать имущество хотят при помощи публичного предложения. В этой форме торгов все то же самое, что и в аукционе или конкурсе. Выигрывает тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество. Однако стоимость объекта во время аукциона постепенно будет снижаться до тех пор, пока не достигнет минимума или пока не найдется покупатель. Итак, имущество ПТП-1 продают тремя лотами. В первые вошли 8 объектов недвижимости. Пока за них просят 35 миллионов рублей. Однако стоимость объекта во время аукциона может снизиться почти на треть. У нас только же есть вероятность, что упадет в цене и вторая позиция. На первоначальном этапе 15 зданий выставляются за 66 миллионов рублей. И, наконец, движимое имущество ПАТП в третьем лоте продают почти за 13,5 миллионов рублей. Орловским бизнесменам, освобожденным от уплаты страховых взносов, необходимо сдать нулевые расчеты до 30 июля. Напомню, под трехмесячную амнистию по этим платежам попали предприниматели из пострадавших отраслей экономики. Для них установили нулевой тариф, который и нужно прописать в документах, предоставляемых в налоговые органы. Оборот общественного питания в нашем регионе снизился на 20%. Такие цифры приводит Орел Стат. В 2020-м, несмотря на пандемию, орловским заведениям удалось заработать около 2 миллиардов рублей. Убытки по сравнению с прошлым годом составляют примерно 450 миллионов рублей. Впрочем, пандемия нанесла удар не только по кафе и барам. В Орловской области число признанных несостоятельными физлиц возросло в три раза. Специалисты Единого федерального реестра сведений о банкротстве провели исследование и выяснили, что в нашем регионе за первые 6 месяцев 2020-го процедура реализации имущества была введена в отношении 127 орловчан, тогда как годом ранее таких было лишь 33 кейса. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина, а мы продолжаем. В Болхове уплыла дорога. Жители 2-го Ленинского переулка в прошлом году добились отсыпки существующего пути щебнем. В октябре работы были сделаны. Вот только после летних проливных дождей всю эту щебенку смыло. Подробности расскажу далее. Наша съемочная группа уже была здесь в прошлом году. К тому времени проживающие в начале 2-го Ленинского уже несколько лет били тревогу. Асфальта здесь не было никогда. А большой уклон и размытая щебенка сделали движение на этом участке опасным в прямом смысле слова и для пешеходов, и для автомобилистов. У нас проблема такая, что мы летом идем падаем, осенью идем падаем, зимой идем падаем, сами чистим зимой, сами посыпаем зимой. Проблем у нас очень много по этой дороге. Хотелось бы, конечно, чтобы дорога была более-менее ровная, потому что здесь на моей машине-то внедорожнике нормально бы еще проехать. А вот если на легковой машине вот здесь соседи живут, им они только-только по весне. После обращения в прокуратуру и к руководству города проблема вроде бы решилась. Участок от дома номер 16 до дома номер 2 отсыпали щебнем. Вот только пролежала та щебенка меньше года. Насыпали, отсыпку сделали, мелкую щебенку. Ну кто делает дорогу под горку щебенкой? Вся эта вот дорога размывается, опять те же самые проблемы, опять щебенка вымывается мелкая, крупно остается, ходить по ней тяжело. Вот, а мелкая она вымылась, и она стала, на нее наступаешь, она из-под ног выезжает. Теперь стало даже хуже, чем был, рассказывают жители, и все так же опасно для жизни. Если бы вы видели, когда здесь скользко, что здесь делается, как тут детвора падают, как тут старики падают. Вот, за кусты хватаются и вылазят на эту горку. Женщина вот недавно на моих глазах упала, яйца в одну сторону полетели, сумка вот у нее улетела, встала, ох-ох-ох и пошла. Дорога по второму Ленинскому важна не только для тех, кто живет именно здесь. По ту сторону Оврага расположены еще две улицы, порядка 60 домов. Люди, проживающие там, через второй Ленинский, добираются в магазины, идут на работу, ведут детей в сады и в школы. А теперь представьте, легко ли это сделать по дороге с таким уклоном в непогоду, в дождь или в снег. Кстати, зимой она чистится от случая к случаю и руками самих жителей. По законам жанра за разъяснениями мы обратились к власти имущим в мэрию города Болхова. Естественно, ответ был разложен по полочкам. Укладка асфальта нереальна, так как большой уклон не даст работать технике. Обустройство отдельного тротуара дорого, а потому щебенка в ближайшие три года. Комиссионно мы сейчас выедем, проверим. И в дальнейшем, если будет выдано предписание подрядчику, который исполнял данный вид работы. По данной дороге на четыре года у нас имеется гарантийный паспорт, который вот у меня документы с собой могу показать. Поэтому здесь с подрядчиком предварительно я уже связывался. Он мне против устранить все недостатки, которые были. Что же будет с переулком Старым-Ленинским по истечению гарантийного срока? Ответ на этот вопрос остается открытым. Олег Рудаков, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. В нашу редакцию обратились жители поселка Новочеркасский Крамского района. Более трех лет в одном из домов с содроганием ждут прогноза погоды. Вдруг дождь. Во время обильных осадков протекает крыша. За один день хозяйки выливают по несколько десятилитровых тазов с водой. Юлия Сабельникова выясняла, когда решится проблема. Двор дома номер 14 в поселке Новочеркасский выглядит чистым и ухоженным. Но стоит подняться на третий этаж, и первое впечатление, как рукой снимает. Крыша течет несколько лет. Вызывали чеботарев, вызывали архитектуру, администрации писали. Обещания постоянные. Валентина Антоновна показывает пустующую квартиру соседки на последнем этаже. Кругом плесень и запах, словно в подвале. Ремонт в недавно купленной трешке делать нет смысла. Вот по трубопроводу идет вода сюда, и по этому канализацию здесь вот проходит провод, здесь люстра. Пенсионерка и лишний раз свет не включает, боится, что замкнет проводку. Дома полвека, и по словам Валентины Антоновны, за это время в трехэтажке никогда не было капремонта. По обоям, по вот этому трубопроводу, по отоплению, и стоит тазик. Вот он даже, тут вода есть. В потеках кухня и зал. Многочисленные жалобы властям не дают результата. Соседка говорит, что у нее на окне уже грибы были, она срезала эти грибы. Потому что от сырости пошел грибок и выросли грибы. Мы связались с главой Стрелецкого сельского поселения. Евгений Чеботарев заверил, что в скором времени крышу отремонтируют. Мы попали в программу областную. Там у нас в районе должно быть шесть дополнительных крыш. Ремонт произведен должен был, должен будет в этом году быть шесть дополнительных крыш. Мы попали в их число. Жители проявили активность. Они сдали деньги на изготовление проекта. На сегодняшний день проект изготовлен и документы находятся в администрации области. Должны со дня на день объявить конкурс. Юлия Сабельникова, Владислав Кольцов, телеканал Первый областной. Вековой юбилей отметил накануне ветеран и носитель золотого значка ГТО Абрам Миркин. Это значимое событие собрало во дворе дома, где живет юбиляр его близких, родных, представителей из администрации и всех тех, кто хотел сказать самые теплые слова. Я от себя лично, от всего любого корпуса нашего прекрасного города Орла поздравляю вас с этим юбилеем. Сто лет. Сто лет истории, истории, которую вы помните, которая при вас была. И вы были участником формирования этой истории. Историей нашей страны, великой страны России. Спасибо за все, что вы делали для нее. Торжественный концерт был организован нашими коллегами ГТРК «Орел» и артистами Орловского городского центра культуры. Мост через Аку в деревне Гать в течение многих лет отпугивал местных рыбаков своим внешним видом. Ведь за много лет здесь скопилось такое количество отходов, что в реке перестала появляться рыба. Члены подводного клуба «Орел» вызвались очистить захламленный мост. Каков итог, узнал Сергей Прошкин. Это мост на Гати. Такой вот. Не знаю, не побоюсь этого слова. Образовался около моста. Старые деревья, бутылки, строительный мусор. И это далеко не полный список всего, что скопилось под мостом в деревне Гать. По словам местных рыбаков, вода стоит как на болоте. Из-за этого рыба не приходит на нерест. За дело взялся Орловский подводный клуб. И своими силами принялся за очистку водоема. Первую неделю мы очистили два пролета моста. Посмотрели закоряженность, которую практически невозможно было достать руками. Обратились к нашим друзьям, которые имеют спецтехнику с манипуляторами, с коронами. Они нам помогли вытащить деревья. Вот через три субботы активной уборки. Вы сейчас уже видите, что все очищается. Добровольцы убираются здесь уже третью неделю подряд. Правда, особой помощи от местных жителей так и не дождались. Желающих расчищать завалы под мостом со стороны почти не оказалось. Все подводники одеты в специальные гидрокостюмы. Даже если вода холодная, в нем этого не почувствуешь. В нем удобно не только ловить рыбу, но и очищать водоемы. За первые две недели уборки стало понятно. Различные отходы скапливались здесь в течение огромного количества лет. Как рассказали подводники, такого бардака в Орловских водоемах наблюдать им еще не приходилось. Как в одной сказке. Непростая эта работа доставать только из-за киби-гемота. Очень тяжело, очень тяжело. Коряги, все захламлено. Мусор, вот даже лодки тут старые находим. Там колеса, баллоны, баклажки. Много людей неблагодарных, которые захламляют нашу природу, реку. В местной администрации инициативу по уборке поддержали. Договорились с Зеленой Рощей об установке контейнера и вывозе всего мусора, выловленного из-под моста. О проблеме с отходами в воде здесь известно давно. Однако до этого момента решать ее никто не торопился. Проблема с низководным мостом заключается в том, что мусор, скопившийся, препятствует движению воды. И, соответственно, в весеннее время из-за этого мост подтапливается. Как мы видим, здесь не только природные отходы, но и бытовые отходы. Находятся люди, которые бросают и бытовой мусор в реку. Впрочем, с третьего захода энтузиасты полностью освободили все пролеты от мусора. Но останавливаться не собираются. Члены клуба уже вызвались навести порядок в реке Цон, что в районе поселка Знаменка. Сергей Прошкин, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. В минувшие выходные в Орловской области определяли лучших в олимпийском виде спорта. Первенство по троеборью после частичного снятия ограничений собрало несколько десятков участников не только нашего региона, но и соседних. Несколько соревновательных дней и выход на первенство страны на кону. Анастасия Гришина расскажет, кто взошел на пьедестал. Лед тронулся первые. Спортивные соревнования регионального масштаба после этапа снятия ограничений прошли выйти в выходные в конно-спортивной школе в Ледном. Участники из нескольких регионов нашей страны на протяжении нескольких дней выясняли, кто же лучший в троеборе и в конкуре. На манеже собрались лучшие представители нашего и соседних регионов. Спортсмены за годы соперничества уже стали близкими людьми, передающими пальму первенству друг другу. У них традиционная борьба с курской всадницей. Да, это два члена сборной команды России, Юлия Розенкова и Евгения Овчинникова. Они по очереди, скажем так, меняют пьедестал. Для участниц Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгения Овчинникова эти соревнования первые после затянувшейся паузы. Работали, причем работать пришлось чуть ли не в три смены, потому что у нас же школу закрыли, дети не ходили, лошадей почти 50 голов. Представляете, всех нужно хотя бы вывезти в леваду, на корду, кого-то подседлать. Работы было очень много. Наш тренерский состав работал в три смены. Первенство по троеборью растянулось на три соревновательных дня. Кто-то из участников уже с именем, а у кого-то профессиональная карьера только набирает обороты. Спортсмены очень достойные. В нашей программе ехали уже опытные всадники. Евгения участница Олимпийских игр. И нам приятно с такими спортсменами соревноваться, потому что есть куда тянуться, посмотреть, как они делают. Я, допустим, тренируюсь вообще без тренера. У меня нет тренерского состава. Я один. И кузнец, и тренер, и спортсмен. Все в куче. Манежная езда, кросс и конкур. Победители определяли в течение всех соревновательных дней. Место на пьедестале получили, набравшие наименьшее количество штрафных баллов. Успех на выступлении зависит от пары наездник-лошадь. Два неповиновения животного и участник дисквалифицирован были и такие. А вот две именитые спортсменки Евгения и Яна свои титулы в очередной раз подтвердили. Теперь впереди первенство России. Сейчас уже мы собираемся ехать. Сейчас созвездие в Москву тоже на Троеборье. Потом собираемся ехать. Скорее всего, поедем в Москву в Максима. А потом, наверное, уже поедем на международный старт в Белоруссию. Анастасия Гришина, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. В Орле на улице Ленина открылась фотовыставка «Молодежь города Орла». Лозунг экспозиции «Город начинается с тебя». Представлена на ней жизнь молодых орловчан. На фотографиях можно увидеть предпринимателей, спасателей, волонтеров, спортсменов и ученых. Создатели выставки, управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел на 100» и 4FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Урицкий молокозавод производит широкий ассортимент молочной продукции. Передовые технологии нашего производства сохраняют натуральный вкус. Вкус продуктов. Попробуйте продукцию от Аленушки, которая придется по душе каждой семье. Спрашивайте в магазинах, на ярмарках и рынках города и области. Гипермаркет-линия Европы, Тациатол, Мясомолочный мир, Орловский каравай. 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 Орловская конь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Морозова. К 22 июля на грядках уже поспевали первые огурцы. По традиции овощ надо было обязательно сорвать рано утром так, чтобы никто не видел, и закопать на самой дальней грядке. Тогда, по поверьям, можно было рассчитывать на богатый урожай. Также в народе 22 июля называли черничный день. В старину было принято собирать эту вкусную ягоду и готовить из нее разнообразные десерты. И к прогнозу. В Амценске с утра пройдет моросящий дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 11 градусов. Осадки ожидаются и в Ливнах. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью 11 выше нуля. В Болхове продолжительные дожди и плюс 21 градус днем. Ночью термометр покажет плюс 12. Погода не будет радовать и жителей Орла. Дожди преимущественно в первой половине дня. Температура днем около 22 тепла, ночью плюс 11. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 743 миллиметра ртутного столба. Таков прогноз на среду, а первый областной работает для вас. Наш партнер. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 8,1% годовых. Все сбережения застрахованы. Пусть ваше настроение будет лучше, чем погода за окном. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 8,1% годовых. Звоните 22 20 67. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники по антикризисным ценам. 20 лет мы работаем во имя памяти. Подробности по телефону 44 45 46. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова